Чтобы не потеряться в разнообразии среди сериалов, мы отобрали для вас 5 главных телевизионных новинок прошлого месяца. Об этих сериалах мы уже выпускали наше шорт-видео, а в этом ролике мы просто собрали все главные премьеры месяца, которые нам понравились больше всего. Фьюго Блик, создатель благородной женщины, явно заслуживающего большей славы политического триллера с Мэгги Джилленхол, возвращается с новым проектом. Шестисерийный вестерн расскажет о леди Корнелли Лоб, которая отправляется на поиски убийцы ее сына, в компании бывшего охотника за головами. Англичанка, первый середины нулевых сериал в карьере Эмили Блант. Впрочем, проект может похвастаться не только известной актрисой, но и, судя по восторженным отзывам, непредсказуемым сюжетам и красочным визуальным стилем. Это, надо признать, важное преимущество на фоне серых и намеренно невзрачно выглядящих конкурентов. Тейлор Шеридан, новый король телевидения. За довольно короткий срок он создал целую вселенную из вестерна Йеллоустоун. На Парамаунт уже вышел один приквел этого проекта, к тому же готовится уже и второй. Впрочем, Шеридан не сдерживает себя и, например, в прошлом году выпустил политический триллер Мэр Кингстауна. Король Талсы, это еще одна попытка сделать шаг в сторону, в этот раз в жанна криминальной драмы. Это первый сериал в карьере Сильвестра Сталлоне и расскажет о нью-йоркском мафиозе, который выходит на свободу после 25-летнего срока и получает от босса приказ отправиться в далекую Оклахому. Гангстер и ветеран планирует основать собственную империю, но сделать это без связи в современном мире не так уж и просто. За сценарий нескольких эпизодов отвечает Терен Суинтер, создатель подпольной империи. Создатели Тьмы, большого немецкого хита Netflix, не сидели долго без дела после завершения запутанного научно-фантастического эпика о перемещении во времени и вот-вот вернуться с новым проектом. Лаконично названный сериал 1899, будто еще один приквел вселенной Шеридана, нетрудно догадаться, расскажет о конце 19 века. Группа европейских мигрантов отплывает из Лондона в Нью-Йорк за лучшей жизнью, но путешествие по Атлантическому океану прерывает неожиданный сигнал с корабля, который недавно затонул. Экипаж решает отправиться на поиски, но когда находит судно, с ними начинает происходить нечто странное. Фанатам Тьмы и Синопсис не нужен, чтобы понять, что это однозначный мост-вотч, а для остальных зрителей стоит прояснить, словами сложно передать, насколько запутанный и амбициозный сериал нас ждет. Есть подозрение, что 1899 станет главным сериалом Netflix этой осени. Буквально недавно Тим Бёртон сравнил себя с Дамбо и признался, что больше не будет работать с Дисней, корпорацией, которую интересует лишь прибыль. Такие заявления вынуждают лишь сильнее ждать его грядущий сериал Уэнсдэй, спин-офф семейки Адамс про девочку, одержимую смертью. Видимо, стриминговый гигант особо не вмешивался в творческий процесс Бёртона во время работы. Культовая героиня вступила в подростковый возраст, и ее будни состоят из попыток научиться управлять экстрасенсорными способностями, прижиться в новой школе и спасти семью от загадочной болезни. Уэнсдэй Адамс сыграла Джена Артега, звезда недавнего Крика. И сюрприз для фанатов старых фильмов, в одной из второстепенных ролей появится Кристина Ричи, игравшая пессимистичную девочку в делоге Барри Зоненфельда. Сериал с непримечательным названием «Добро пожаловать в Чиппендейл» скрывает потенциальный хит осени. Судите сами, это экранизация дикой, полной черного юмора и драматизма, истории Самена Банерджи, мигранта из Индии, который в США открыл мужской стрип-клуб, разбогател, но влип в несколько криминальных схем. За создание очередной баллады об обратной стороне «Американской мечты» отвечают несколько примечательных авторов – Роберт Сигел, Дженнифер Коннер и Мэтт Шекман. Главную роль исполнил прошедший через тренажерный зал Марвел и заметно изменившийся Кумел Нанджиани, а компанию ему составили Дэн Стивенс, Джульет Льюис и Мюррей Бартлетт. Теперь вы знаете, что можно посмотреть среди вышедших сериальных новинок. Ставь лайк и делись этим видео с друзьями. А с вами был канал Любовь, Смерть и Гики. Редактор субтитров А.Семкин